Зимний вечер в Гаграх Аппаратный мотор Есть мотор Камера Помощник склоняется к камере Стоп, камера не пошла Спиной к камере мужчина в костюме аргентинского пастуха Гаучо Вниз на кране Кран опускается, помощник возится с камерой Что у вас? Да, как всегда, техника подорвалась Салат Актерам пять минут перекур Кранмейстер мужчина в круглых очках читает журнал «Новый мир» Устало выдохнув, мужчина с банджо разводит руками Выпросительно смотрит на мужчину с флейтой Тот беззаботно смеется Идут к роялю Мужчина с флейтой на ходу делает несколько движений степа Помощник оператора извлекает из камеры куски мятой кинопленки Около рояля проходит мужчина в костюме Гаучо Он высокий, стройный С небольшими усиками на приятном улыбчивом лице Берет барабанные палочки Музыканты с интересом на него смотрят Он выбегает в центр стены Берет зонт Вращаясь, бьет рукоять у зонта от пол Взбегает на возвышение Банджоист и флейтист синхронно танцуют Танцор в костюме Гаучо танцует на возвышении Танец подхватывает два трубача Танцор в костюме Контрабасист отходит свой инструмент, отбивая ритм. Завершает обход ударами о корпус. Все замирают в картинных позах. Камера готова. Камера готова. Приготовились. Приготовились к съемке. Съемка. Приготовились. Съемка. Аппаратная. Аппаратная, мотор. Есть мотор. Камера. Есть камера. Кадр один, дубль один. На хлопушке надпись «Гаучо-Чечеточник». Полутемное помещение. На полу декорация в виде головы статуи Большого Сфинкса. Высота головы около трех метров. Появляется название фильма. На раз, два, три. Ну, посчитайте. С вами и... Раз, два, три. Поехали. Декорация поднимается. Титры в ролях. Беглов Евгений Естуднеев. Беглов в молодости. Аркадий Насыров. Нина, давай, давай, Нина, давай, давай. Аркадий Грачев. Александр Панкратов-Черный. Мельникова. Наталья Гундарева. Булетмейстер Сергей Никоненко. Администратор Петр Щербаков. Дочь Беглова. Светлана Аманова. Аня Иванова. При участии Георгия Буркова, Александра Ширвинта, Московского камерного балета, солисты Сабитова, Клоков, танцоров-чечеточников Евгения Зернова, Владимира Керсанова и Федоткина, Олега Федоткина, В. Иванова. Голова сфинкса водружается на конструкцию в виде тела сфинкса. Образовавшаяся декорация около 10 метров в высоту. Что такое эстрада? Одни считают, эстрада это развлечение. Другие говорят, эстрада должна воспитывать. Кабинет. Третий вообще ничего не знает. Мужчина в кресле. Но для меня эстрада... На стене плакат. Это моя жизнь. На нем женское лицо и текст Ирины Мельникова. И последний банальный вопрос. Ваши творческие планы. Темноволосая девушка с микрофоном. Программа, над которой мы сейчас работаем, она об эстраде. О нашей жизни. Называется она ЭВМ. Электронная вычислительная машина. Простите, не понимаю. Я так и думал. Ну, действительно, что общего между ЭВМ и эстрадой? ЭВМ это образ. Образ тех тенденций, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Этой машинерия. Сводя ладони. Программирование, стандартизация. Вот мы и решили столкнуть ЭВМ. Скрещивает пальцы. С эстрадой. И посмотреть, что из этого получится. Ну, желаю вам удачи. Спасибо. Мужчина обаятельно улыбается. Гримёрка. Блондинка перед зеркалом подкрашивает ресницы. У неё яркий макияж, небольшие золотые серёжки. Брюнетка подводит полные губы. Посмотрев на получившийся тёмно-бордовый цвет, морщится. Двое мужчин рисуют на большом листе бумаги, разложенном на полу. Рядом с ними девушка делает фуэте. Девушка перед зеркалом в наушниках. Лицо сосредоточено. Блондинка вытягивает на пуфике стройную ногу. Проходящий парень прикасается к её ступне. Вздрогнув, блондинка улыбается. В соседней комнате две девушки в обтягивающих белых комбинезонах. Что-то говорят вошедшему парню. Брюнетка с полными губами берёт со стола кассетный плеер. Сняв с вешалки дублёнку, кивает людям в комнате, идёт к двери. Девушка в наушниках продолжает задумчиво разглядывать своё отражение. Сзади подходит парень, массирует плечи девушки. Та улыбается. Балерина, делающая фойте, прижав руки к груди, делает два оборота подряд. Просторный зал с декорациями. Несколько молодых людей синхронно делают элементы балетного танца. Дородный мужчина обращается к электрику. Не надо здесь курить! Не надо! Подходит к сидящему на стуле мужчине лет 55. Здорово, Лёш. Здорово. Сидящий на стуле мужчина внимательно наблюдает за балетным классом. Вчера телевизор смотрел? Не, не смотрел. Человек из окон. Рассказывали об одном директоре магазина. У него на сто тысяч золота и бриллиантов нашли. На 10 лет как пить дать загремит. А может, на все 15 потянет. Я всё-таки удивляюсь, какие бессовестные люди есть. Ну? Козлов, ну как ты делаешь батман? Как коряга. Это же батман, понимаешь? Батман. В общем, давай батман. И чтоб как следует делал. В зал входит невысокий мужчина в красной куртке. На ходу отстёгивает рукава, оставаясь в красной безрукавке. Здравствуйте. Здравствуйте. Классом занимались? Так точно. Здравствуйте. Пожимают руки обоим мужчинам. Здравствуйте. Пройдём всё, что мы сделали. Работаем первую часть. Хаос и рождение ЭВМ. Давайте музыку. Музыку! Девушка в обтягивающем комбинезоне на фоне стены из прожекторов. Опущенную голову скрывают спадающие вперёд длинные волосы. Подчиняя тело ритму, делает резкие движения, поочерёдно вращаясь и вставая на пуанты. К танцу присоединяются ещё несколько девушек. Все девушки опускаются на продольный шпагат, изящно прогибаются назад. Заударная установка мужчина. На его голове повязка с рисунком в виде отверстия для перфоленты. Переместившись на колени, девушки наклоняют головы к полу. На сцену выходят молодые люди. Мягкие балетные пируэты чередуются с механически резкими движениями рук. Плавно перекатившись, девушки опираются на руки и согнутые в коленях ноги. Вытянув вперёд одну ногу, принимают параллельные полуположения. Роботоподобные движения мужчин контрастируют с естественными движениями женщин. Оттолкнувшись руками от пола, девушки поднимаются на ноги. Забежав за спины танцоров, обнимают их за шею и плечи. Высоко подняв одну из ног, обвивают ей торсы партнёров. Обхватив ногами ногу партнёра, плавно спускаются на землю. Валентин Павлович за столом, внимательно смотрит репетицию. Двое мужчин стоят в нескольких метрах позади него. Если что, я курю. Эй, ёш, ты топ не пропадай. Буфет. Мужчина в массивных роговых очках набирает цифры на калькуляторе. Стоящий справа от него молодой человек тянется к клавишам. Он отстраняет его руку. Взглянув на результат, сукаризный смотрит на стоящего слева невысокого мужчину. Здорово, Фёдор. Здорово. Привет. Чего у тебя попить-то есть? Пепси, фанта, минералка, пиво. Минералки, что ли, выпить? Или фанты? А пиво за какое число? Тебе-то какая разница? Тебе сколько? Одну, две? Одну. Телевизор вчера смотрел? Нет. Зря. Передачу показывали. Человек и закон. Там одного бармена прихватили. Золото и бриллиантов на сто тысяч рублей. В руках мужчины бутылка пива и стакан. Ну и что? Ну как что? Двадцать лет ему дали. С полной конфискацией. Налив полстакана, делает глоток. Слушай, а что ты заводишь меня? С интересом смотрит на Федора. Приходит сюда и заводит меня. Сдерживает смех. Что заводит меня? Приходит сюда и заводит меня. У меня два инфаркта, я из реанимации не вылезаю. Я до четырех утра застуть не могу, все думаю и думаю. А он приходит сюда и заводит меня. Успокойся, успокойся. Ну а чем это делает? Мужчина пересел за стол. Вы Беглов. Я. Беглов поднимает взгляд. У него крупные уши, немного курносый длинный нос. Губы в скептической полуулыбке. Аркадий Грачев. Аркадий черноволосый с пышными усами. Понимаете, Алексей Иванович? Присял за стол. Тут такое дело. Я справки навел. И выяснил, что вы чечеточником были. И что кроме вас сейчас толком чечетку никто не знает. Это верно. Один я из настоящих-то остался. Научите мне пить чечетку. А ты где танцуешь? Я не танцую. Я в цирке работаю. В каком номере? Ну, в каком? Аркадий потупил взгляд. Так, в клетках убираюсь. Для дрессировщиков за квасом бегаю. Зачем же тебе степ? Какой степ? Чечетка степом называется. А. Подается вперед. Так я на эстраде хочу выступать. Сейчас же с чечеткой никто не работает. Можно сразу прогреметь. Знаешь, я, наверное, не смогу тебе помочь. Я никогда этим делом не занимался. Частными уроками. А потом я страшно занят. Столько дел, знаешь, просто. Голова кругом. Тут, туда, то сюда. Понимаете, Алексей Иванович, дело в том, что у меня великолепные данные. Просто отличные. Я могу стать таким артистом, каких вообще никогда не было. Я сам из Воркуты. У меня там один очень умный человек мне сказал. Говорит, Аркадий, у тебя потрясающие способности. Просто уникальные. Ты можешь стать таким артистом, каких никогда не было. Тебе надо идти на эстраду. Не взрывай свой талант. Я все бросил. Приехал сюда, в Москву. Здесь работал, там, сям. Но мне надо попасть на эстраду. Я должен стать артистом. Потому что время идет. А у меня великолепные данные. Я вижу, что ты очень хороший парень. И, может быть, я не спорю, у тебя великолепные данные. Но ты меня тоже пойми. Я очень занятый человек. У меня столько дел. Просто голова кругом. Я разрываюсь на части. Все время какие-нибудь важные дела. Тот туда, тот сюда. Ну, что делать? Я вам деньги буду платить. Я вам буду 5 рублей за занятия платить. Это очень хорошо. Вы же не миллионер. Вам такие деньги не помешают? Да нет, мне деньги очень нужны. Я тут в комиссионке диван присмотрел. Хорошая вещь. Великолепный диван. 60 рублей. Теперь таких не делают. Да за такие деньги вы можете купить все, что угодно. Вот понравилась вам вещь. У вас есть деньги. Пошли в магазин, купили. У меня все есть. Мне диван нужен. Ну, купите себе диван. Черт побери. Не знаю. Ты меня как-то задачал. Ну, что вы за человек. Вам деньги в руки плывут. Нужно пользоваться моментом. У каждого человека есть в жизни шанс. А вы сомневаетесь. Зачем это нужно? Беглов задумчиво опускает взгляд. Несколько раз поднимает глаза на Аркадия. Ну, ладно, давай попробуем. Приходи сегодня в пять в павильон. Знаю, где мы работаем. Слушай, если мы с тобой договорились... Аркадий привстал. Ты не мог бы дать мне небольшой аванс? Серьезным видом опускается на стул. Сколько? Ну, я не знаю. Рублей пять. Если тебя не затруднит. Достает вложенную в паспорт серо-голубую банкноту, выкладывает на стол. Пожалуйста. Приходи сегодня в пять. Репетиционный зал. Рядом с Валентином Павловичем женщина в шубе. Друзья мои, я с удовольствием представляю вам нашу очаровательную звезду Ирину Мельникову. Я думаю, и думаю, вы согласитесь со мной, что Ирина, безусловно, украсит нашу программу. Я благодарен Ирине за то, что она любезно согласилась принять участие в нашем представлении. Держит Ирину под руку. Она дружески похлопывает его по ладони. В пустом репетиционном зале. Беглов снимает пиджак, вешает его на спинку стула. А ну, пройдись. Помахивая руками, Аркадий делает несколько тяжелых шагов. Хватит. Ну-ка, сделай вот так. Носок пятка, пятка носок. Давай. Удар. Удар, должен быть удар. В степе главный удар. Как у барабанщика, только вместо палочек ноги. Приоткрыв рот, Аркадий смотрит на ноги Беглова. Ну, давай. А носок? Почему носком не бьешь? Поднимай носок выше. Не поднимается у меня носок. Почему? У меня нога в двух местах сломана. Понятно. Чего? Да ничего. Зато у меня слух хороший. Слух для ступисы не самое главное. Главное чувство ритма. Кстати, давай-ка проверим тебя. Повтори. В руках Беглова спичечный коробок. Поспешил. Вот так вот надо. Слушай, я с головой, все в порядке? Вроде в порядке, а что? А то, что только чокнутый может захотеть научиться степу с таким чувством ритма, с полонами ногами и такой походкой, как у тебя. Знаете что, я деньги вам плачу, чтобы вы меня учили. Вот и учите. Как же я тебя научу такого? Значит, вы считаете, что нельзя научить? Уж, и козла можно научить на барабане играть. Нам можно так учить. Иди ты знаешь куда. Не буду я тебя учить. Не будете? Не буду. Беглов надевает пиджак. Тогда гоните пять рублей. Какие пять рублей? Аванс. Протягивает купюру бледно-желтого цвета. На, четыре потом одном. Потом не надо, давайте сейчас. Ну сейчас нет у меня. Ну нет, тогда учите. Как вы там говорили? Пятка, носок, носок, пятка. Как там у вас? Ну, собака. Далеко пойдешь? Ладно, хватит болтать. Учите. Бедрами не гуляй. Не гуляй бедрами, жучара. Аркадий заложил руки за спину. Пустая вешалка. Гардеробщик дремлет за стойкой. Миша, давай пальто. Я твое пальто в следующий раз на помойку выкину. Ну ладно, ладно, ладно. Аркадий сел на стойку. Целый день торчат тут. А ты сиди как проклятый. Устало потирает лицо. Ты бы тут диссертацию писал. Давно бы академиком был. Он в Америке. Одного мужика посадили в тюрьму, так он нобелевским лауреатом стал. Мне и своей зарплаты хватает. Да я тебе не об этом. Беглов набрасывает полосатый шарф. Что, устал? Надевает серое пальто. Все равно у тебя ни черта не выйдет. Только зря мучаешься. Подойдя к зеркалу, застегивает пуговицы. Но это не ваше дело. Конечно, не мое. А ты знаешь, почему у тебя не выйдет? Да потому что у тебя куража нет. Поход, крит, многие. Все это чушь собачья. Потрясает пальцем. В чечетке главный кураж. Взмахивает. Вот чувствуешь. Руками. Ты можешь бить чечетку. И все тут. Как будто ты жить без этого не можешь. Ты понял? Вот если ты сейчас не будешь бить чечетку, помрешь. О, какое чувство. Даже страшно становится. Что, не понимаешь? У Беглова горят глаза. Ну, вот тебе вдруг захотелось ни с того, ни с сего что-то такое сделать. Ну, я не знаю. Ну, что-то такое. Ну, крикнуть. Вот ты сидишь. Никого нет, да? И тебе захотелось крикнуть. Ха! Ну, крикни. Ну, давай. Резко протягивает руку к Аркадию. Тот робко сглатывает. Ну! Аркадий обводит взглядом фойе. Потому что ты пустой, как барабан. Беглов резко берет серую кепку. Вот дочь у меня. Садится рядом с Аркадием. Ей три года было. А уже кураж был. И чечетку била, как бог. Я с ней хотел номер сделать, чтобы потом вместе выступать. Она маленькая, хитрющая была. Когда видел, что я сержусь, сразу чечетку била. Знал, чем меня взять. Ну и что? Сделали номер? Нет. Мы с женой давно развелись. Дочка при ней осталась. Повязав серый шарф, Аркадий надевает черную баллоневую куртку. Она у меня будет здоров. Кивает Беглова. Учится в институте международном, но дипломата. А бывшая моя супруга, народная артистка СССР, между прочим. О, перепоет. Соболева знаешь? Нет, не знаю. Она что же? Значит, бортанула вас? Дурак ты. Характеры мне сошлись. С народной-то артисткой Советского Союза. Представь себе. Представляю. Ладно, я пошел. До среды. Аркадий на ходу надевает шерстяную шапку. Форма шапки напоминает петушиный гребень. Аркадий в темно-синих джинсах, на плече спортивная сумка. Представляет он. Беглов провожает его тяжелым взглядом. Смотрит в сторону. Поводит глазами по высокому потолку фойе. Сделав несколько шагов, замирает. Прикладывает руку к сердцу. Надев кепку, идет дальше. Смотровая комната. На экране монитора танец молодого чечеточника. Какая прелесть. Да. А кто это? Это Леша. Беглов. Он был настоящим кумиром 50-х годов. Замечательный артист. Давайте вставим его в нашу передачу. Покажем этот ролик и пригласим товарища Беглова. Трудно будет сделать, он скончался. Давно? Лет 10 назад. Да, я как раз приехал из Голландии. Первый раз был в Голландии. И жена мне сказала, что меня звали на похороны. Чудный был парень, я его прекрасно знал. Наверное, он умер еще не старым. Мне сейчас... Да, лет 40. 40? 40 лет. Ну, что делать? Громкая слава, случайные друзья, инфаркт. Нет человека. А может быть, покажем этот ролик, а вы о нем расскажете. Импозантный седой мужчина. Интересная идея. Берет девушку за руку. А что-то нам вообще в нашу передачу вставить постоянную рубрику. Забытые имена. И начнем с Лешеньки, с Беглова. Замечательно. Да. Он, безусловно, достойный этого. Беглов в зале. Рассматривает видовши вида диван. Помещение заставлено разнообразной мебелью. Вот вещь. Снимает кепку. Сейчас все из ДСП нашлепывают. Обклеивают и говорят, так-то совсем работы-то разучились. Садится на диван. Бьет по подлокотнику. Из обивки вырывается пыль. Серега, ты смотри. Никому не продавай этот диван. Кому он нужен? Ну, не скажи. Ты бы его куда подальше задвинул, в укромное местечко. А я уж, как куплю его, тебя не забуду. Как договорились? Слушай, Беглов, ты бы не болтался здесь. Ты вечно болтаешься под ногами. Да ты что, Серега? Я же просто так зашел. Посмотреть. Я сейчас домой. Ну, пока. Пожимает руку Сереги. Я сейчас домой. Что там? И все. В репетиционном зале, расчесывая волосы, Мельникова придирчиво смотрится в круглое карманное зеркало. Надевает небольшую светло-коричневую шляпу. Делает глоток из стакана. Поднимается, пританцовывая, идет к сцене. На Мельниковой атласная белая блузка, черные брюки, песочного цвета полусапоги. Разворачивает лист бумаги. Гитарист подает ей микрофон. Удача бывает реально изрима. Проносится мимо, но вдруг почему-то проносится мимо. Проносится мимо. Проносится мимо. Вся блески и пыли. А мы на дороге, все там же, где были. Все там же, где были. В центре зала четверо парней танцуют, заложив руки в карманы. За их спинами декорация фингса. Удача, удача, с тобой мы богаче. Но если судьба рассудила иначе, Прощай и не думай, что нам не до смеха. Да родный мужчина спит, сидя на стуле. Есть время провала и время успеха. Что-то мы лепим все поперек музыки. Удача, наверное, другой не бывает. Да и здесь тут два вправо. То в руки дается, то вновь убегает. То вновь убегает. А мы от внезапного счастья глупеем. Азартно теряем все то, что имеем. Дородный мужчина просыпается. В чем дело? Мельникова с недовольным лицом села на край сцены. Встает. Ирина Мельникова невысокая. У нее полноватая фигура, большие глаза, стрижка каре. Мне не нравится эта шляпа. Беглов идет по фойе. Его обгоняет девушка со стопкой шляп. Здравствуй, Леша, здравствуй, здравствуй. Пожимает руку саксофонисту. Алексей! Входит в репетиционный зал. Пожимает руку дородному мужчине. Тот иронически улыбается. Продолжает с азартом смотреть в центр зала. Мельникова перебирает шляпы из стопки. Брезгливо осматривая, бросает на пол. Валентин Павлович уткнулся в тетрадь. Из-под лобья поглядывает на Мельникова. Значит, ты считаешь, что вот это все шляпы? Шляпы. Значит, ты считаешь, что вот это на меня можно напялить. Девушка отрицательно качает головой. Ты черт тебе чем занимаешься? Утром не проспавшись, приносишь мне всякую дрянь. Я, слава тебе, Господи, Ирина Мельникова, а не Чутькина. И выходить на сцену, как огородная пугла, я не могу. Девушка... По твоей милости, вон отсюда! Плачет. Вот тебе говорят! А ну, заткнись! Что? Это кому? Тебе. Мне? Да, тебе. Я не понимаю, кто это такой, а? Да это наш репетитор, Ирина Павловна. Ах, репетитор. Ну, ты сначала разберись, кто тебе больше нужен, я или репетитор. Бросив фразу Валентину Павловичу, Мельникова сгребает шубу в охапку, выходит. Валентин Павлович сидит с опущенной головой. Хлопнув по коленям, поднимается. Закладывает руки в карманы брюк. Ну вот что, Алексей Иванович. Вынужден просить вас написать заявление. По собственному желанию. Быстро выходит. Дородный мужчина качает головы и следует за ним. Зря вы так. Ирина Павловна всегда накричит, потом сильно переживает и подарок хороший дарит. Костюмерша выходит из зала. Беглов медленно идет по фойе. Правая рука в кармане брюк. Мимо проходят парень и девушка. Их стопы по балетному развернуты наружу. Походка мягкая и стелящаяся. До свидания, Алексей. До свидания. Все, хорошего. Проходят две девушки в обтягивающем трико. Развернувшись на месте, Беглов провожает их взглядом. Задумчиво покручивает папиросу в руке. Алексей Иванович. Аркадий сидит на стойке гардероба. Беглов берет папиросу в рот. Здравствуйте. Жмет руку. Ну что, будем заниматься? Садится рядом. Какие занятия? Меня сейчас с работы турнули. Как турнули? За что? Да у нас Мельникова в программе работает. Ну, знаешь, это звезда. Стала она на костюмершу кричать. А я сделал ей замечание. Меня и уволили. А кто же вас за язык дотянул? Никто. До свидания. Да-да. Ну, а что теперь переживать-то? Уволили, так уволили. Без работы же не останетесь. Все-таки не при капитализме живем. Без работы, конечно, не останутся. Всю жизнь в эстраде. Куда же я без нее денусь? Ну, пойдите, извинитесь перед ней. Ну, нет. Хорошо. Хотите, я это дело уложу? Как ты уложишь? Где она живет? Не знаю. Просторный подъезд. За столом консьерж. Войдя, Аркадий осматривается. На стенах лепнина. Вы к кому? К Риде Мельниковой. Сейчас я запрошу. Фамилия ваша как? Аркадий поводит глазами. Челентано. Широко улыбается. Ирина Павловна. Да. Тут к вам Челентано идет. Кто-кто? Челентано. Какой еще Челентано? Адриано. Андриано. Перед домом группа молодых людей. Из их ртов вырывается пар. Они пританцовывают на месте. Одна девушка удерживает плакат с текстом «Ирина, мы тебя любим». Беглов задумчиво на них смотрит. Во рту папироса. Отвернувшись, прохаживается вдоль дома. Алексей Иванович! Аркадий на балконе. Алексей Иванович, поднимайтесь! Проходите, Алексей Иванович. Открывает массивную деревянную дверь. Проходите, проходите. Беглов снизу вверх смотрит на высокую дверь. Ноги вытирайте. Давайте ваше пальто. Ну что? Все в порядке. Вы знаете, она нормальная баба. Сейчас позвонила Фоменко, всыпала ему по первое число за самоуправство. Ну, а узнала, что вы чечеточник. Загорелась. Хочет, чтобы вы сейчас сбацали чего-нибудь. Как сбацали? Ну, станцуйте чего-нибудь. У него сейчас гости сидят. Очень приличные люди. Прошу. Аркадий под руку заводит Беглова в гостиную. А вот, Алексей Иванович, Беглов. Здравствуйте. Мельникова встает из кресла. Подходит к Беглову. Здрасте. Жмут друг другу руки. Челентано нам сказал, что вы прелестно бьете степ. Да-да, сейчас он покажет. Ну, проходите. У рояля Адриана Челентано. Чего играть-то, Алексей Иванович? Бегло в центре гостиной. Тяжелым взглядом обводит присутствующих. Слева от Мельникова диван. На нем молодой человек с надменным лицом. Рядом с ним девушка положила голову на плечо мужчины с короткой бородой. Напротив Мельникова молодой парень в костюме. За его спиной сидит мужчина средних лет в черной бабочке. Молодой человек с надменным лицом подается вперед. Что-нибудь выпьете? Я не пью. У меня инфаркт был. Беглов еще раз обводит всех взглядом, быстро выходит. В коридоре квартиры девушка в светлом джемпере красит губы. Аркадий растерянно оглядывается. Беглов перед лифтом. Вы чего? Ничего. А почему ушли? Что случилось? Ничего не случилось. Но вам что-то не понравилось? Все мне понравилось. Нет, что-то вам не понравилось. Все мне понравилось. Только я недрессированная обезьяна. Входит в лифт. А я, значит, обезьяна. А ты обезьяна. Двери закрываются. Да сами-то вы кто? Строит из себя. Аркадий в прихожей перед зеркалом. Поправляет темный пиджак и красный галстук. Приглаживает волосы. Садится в кресло напротив Мельниковой. Наполняет чашку из кофейника. Мельниковый парень с надменным лицом с интересом наблюдает за Аркадием. Тот кладет на блюдце безе. А где танцор челентаном? Дано его. Откинувшись в кресле, подносит безе к рту. Ну, тогда ты танцуй. Мельникова вопросительно смотрит на парня. А что ты смеешься? Давай, давай. Танцуй. Ну, перестань, Игорь. Что перестань? Зачем он здесь нужен? Я здесь, например, потому что я твой друг. Олежек модельер, который тебя одевает. Милочка его девушка. Ну, Чика неизвестно кто, но он всегда здесь ошивается. От него никуда не денешься. А это кто такой? Перестань, что ты сегодня на все кидаешься? Я хочу знать, кто он такой и что он здесь делает. Или, может быть, он кандидат в твои... Ну, перестань! Аркадий со спокойной задумчивостью глядит в лицо Игоря. Нет, кто ты? Тот нервно подается вперед. Он челентаном. Мельникова тепло улыбается. А, кстати, как вас зовут? Репетиционный зал. Танцоры заходят в дверь, расположенную в груди декорацией сфинкса. Валентин Павлович подходит к столу. Берет мегафон. Приготовились. Приготовились! Дородный мужчина и беглов сидят за его спиной. Начали. На сцену выбегает девушка в обтягивающем красном комбинезоне. Ее движения быстрые и резкие. Такты музыки подчеркиваются короткими остановками в эффектных позах. Мягко ступая, выбегают девушки в светлых комбинезонах. Чередуя вращение и шаги на планках, окружают танцовщицу в красном. За их спинами появляются мужчины. Их синие костюмы украшены зеркальными пластинами. Чередуя шаги, вращение и вскидывание рук, они синхронно двигаются вперед. Девушки сели в ряд на краю сцены. Поднимаются на ноги. Их мягкие движения противопоставляются решительным движениям мужчин. Дух их танца задает танцовщица в красном. Мужчины шагают вперед. Валентин Павлович внимательно наблюдает за репетицией. Дородный мужчина спит со сложенными на груди руками. В зал входит Аркадий. Садится в одно из кресел и стены. Втянув голову в плечи, настороженно поглядывает на Беглова. Став рядом, парни и девушки сливаются в синхронно танцующую группу. Вышедшая вперед девушка в красном, стоя на панках, делает серию быстрых пироэтов. Танцующие занимают позиции в узлах воображаемой решетки. Перестраиваясь рядами, сохраняют ощущение математической точности в построении. Прыжки и пироэты становятся синхронными с движениями девушки в красном. Будто притягиваемый чем-то, танцоры забегают в дверь в груди спинкса. Один танцор, развернувшись, преграждают путь девушке в красном. Наклонившись, та опирается руками о его выставленное колено. Сделав переворот на руках, танцовщица оказывается за его спиной. Танцор поднимает ее вверх. Тело девушки вертикально, руки разведены в стороны. Стоп, очень хорошо. На сегодня достаточно, всем большое спасибо. Завтра во сколько? Как сегодня. Дородный мужчина берет мегафон и кофейную чашку, оставленную Валентином Павловичем, идет за ним. Прожектора вокруг головы сфинкса гаснут. Аркадий сидит, скрестив пальцы рук. Тяжело дышит, губы двигаются, будто он что-то говорит сам себе. Беглов внимательно на него смотрит, опускает голову. Решительно выходит в центр зала. Ну что, начнем? Стоит в небольшом круге света. Аркадий подходит к нему. Из кармана куртки небрежно торчит шапка. Ты что, выпил? Беглов, научите мне пить чечетку. Как же я тебя научу в таком состоянии? Ну я вас очень прошу, научите. Беглов быстро идет к выходу из зала. Аркадий садится на пол. Я не обезьяна! Стучит по нему кулаком. Ложится, закладывая руки за голову. Беглов возвращается. А ну вставай, пьянь! Будто ища поддержки, осматривается по сторонам. На сероватом экране черно-белого телевизора мультфильм. Хулиганистого вида волк, насвистывая, поднимается по канату, свисающему вдоль балконов многоэтажного дома. Прилежного вида заяц постригает ножницами цветы, пожав плечами, перерезает канат. Волк падает, не выпуская веревки. Приземляется точно в коляску милицейского мотоцикла. Беглов сидит перед телевизором. От смеха его глаза сузились. Обычно строгое лицо стало мягким и добрым. На стене два одинаковых плаката. На них танцор в костюме гаучо. Широко улыбаясь, он оперся ногой на букву «Л» в слове «Беглов». Справа от фигуры танцора вертикально слово «Алексей». Аркадий просыпается на раскладушке под плакатами. Как я здесь оказался? Волосы взъерошены. А если тебя принес? Беглов поднимается, поворачивает ручку на телевизоре. Свинья ты? Аж надо пить начал безобразие. Да ладно, мне и так башка трясет. Что ладно, что ладно. Я что-то не понимаю, кому этот степ нужен, тебе или мне. Я на нем, слава богу, собаку съел. И вообще, что это за философия такая? Осматривает комнату. И что это за отношение к жизни у вас, у современной молодежи? Выходит в прихожую. Я вот... Берет ножницы. Я вот вспоминаю себя в твои годы. Я день и ночь работал. Днем на заводе, вечером стою до изнеможения. И вот результат. Разводит руками. А вы привыкли, понимаете ли, на готовенькое. Только бы поменьше работать. И побольше получать. Ты еще пить начал. Это же совсем последнее дело. На столе треугольный пакет молока. Запомни. Беглов отрезает его уголок. Искусство и это безобразие несовместимо. Наполнять стакан. Чего вас понесло? Вы что, на собрании? Делает глоток. Вот одного. Не могу понять. Вы что, действительно такие? Или притворяетесь? Какие такие? А такие. Безразличные. Слушайте, отвяжитесь вы. Мне и так тяжело. Тяжело? А чего это тебе так тяжело? Ты что? Не прогресс восстанавливал? Или Каракумский канал рыл? Или, может быть, МГУ возводил? Тяжело, видите ли, ему? Палец о палец не ударил. А ему тяжело. Вот потому что тебя и гоняют за квасом. Все, кому не лень. А ты бегаешь. И всю жизнь будешь бегать. Потрясая пальцем, нависает над Аркадием. Тот встает. Да иди ты. Выходит из комнаты. Ишь ты какой. Ишь и репенится. Беглов опускается в полукресло перед телевизором. Кладет ногу на ногу. Переходим к следующей нашей страничке. Это новая страничка. Называется она «Забытые имена». И посвящается знаменитым артистам прошлого. Подается вперед. Мать честная, это ж я. Друзья, вы видели редкую пленку, запечатлевшую изумительное искусство замечательного артиста-чететушника Алексея Ивановича Беглова. Беглов? Ну, телезрители моего старшего поколения, конечно, помнят этого легендарного артиста, я бы сказал, кумира 50-х годов. К сожалению, Алексей Иванович ушел из жизни в расцвете своих творческих сил. Лицо вытягивается. И как-то, знаете, незаметно вместе с ним ушло с эстрады. Это замечательное искусство. Как ушел из жизни? Ты что? Наша следующая страничка. Популярные имена. Дайте пленочку, пожалуйста. Эй, погоди! На экране телевизора появляется мужчина с гитарой в руках. Мы все спешим за чудесами, Но нет чудесней ничего, Чем та земля под небесами, Где крыша дома твоего, Где крыша дома твоего. Бутка телефона автомата. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, Татьяна Сергеевна. Она в театре. А кто ее спрашивает? Это ее бывший супруг, Беглов. А, здравствуйте, Алексей Иванович. Это я, ее муж. Есть что-нибудь передать? Да нет. Тут сейчас по телевизору передача была про меня. Да? Да. Сообщили, что я умер. Вот как. По какой программе? По первой. Значит, завтра повторят. Мы обязательно посмотрим. Спасибо. Да нет, не надо. Я жив, понимаете? Я понимаю, понимаю. Что нам делать? Да ничего не делать. Просто имейте в виду, что я жив и здоров. Ясно. Я все передам. Беглов вешает трубку. Бежит вдоль трамвайных путей, описывающих дугу. Полосатый шарф небрежно наброшен на шею. Идет по изогнутому дугой коридору. Останавливается перед проходом в цирковой арене, где выступают клоуны. Аркадий сидит на ящике. Аркадий, ты телевизор смотрел? Нет. Только что сообщили, что я скончался. Беглов снимает кепку. Осмотрев его сверху вниз, Аркадий встает на ноги. А вы что, член правительства, что ли, чтобы вас сообщали? Я тебе клянусь, объявили, что я умер. Ты представляешь? А что может быть? Как может быть, ты что? А так. Вы же восстанавливали дни Прогаз. Рыли каракумы. Возводили МГУ. Вот надорвались и умерли. Что тут удивительного? Я тебе клянусь, не шути. Что делать? Закажите себе памятник. Хотите стелу из розового туфа? Я тебе клянусь, ты ушел, а тут передача по телевизору. Забытые имена. Показывают меня, и вдруг говорят, что я, к сожалению, скончался. Ты представляешь? Вы что, совсем уже того? Тронулись на почве мании величия? Какая мания? Что делать? Товарищ Клименко, попросите ко мне всех участников последней музыкальной панорамы. В кабинете. У стены ряд телевизоров. Это вопиющий инцидент. Нет, у нас такого, товарища, никогда не было. Аркадий в кресле. Мы примем самые строгие меры к виновным, и я уверен, что подобное не повторится. А с ним что? Кивает на Беглова. А что с ним? Как что? Объявили, что он умер, а он еще жив. Товарищу Беглову мы приносим наши глубочайшие извинения. В ближайшей передаче мы повторим его материалы, объявим, что произошло недоразумение, что товарищ Беглов жив и здоров, и я уверен, все очень обрадуются. А вообще, Алексей Иванович, долго жить будете? Есть такая примета, кого раньше времени хоронят, тот долго живет. Спасибо. Беглов смущенно улыбается. Выходит из-за вращающихся дверей. Аркадий натягивает шапку. Ты куда сейчас, Аркаш? Домой. Может, пойдем, посидим где? Отметим мое второе рождение. Какой же вы хабелеон, а? То поносит меня последними словами, то давай посидим. Подняв воротник куртки, быстро идет прочь. Метрах в двухстах за дорогой стоит Останкинская башня. Беглов некоторое время идет за Аркадием. На мгновение замедляет шаг, идет в другом направлении. Стемнело. Телефон-автомат. Рядом с ним проезжает трамвай. Алло. Здравствуй, Лена. Это кто? Здравствуй, пап. Как дела? Нормально. Помнишь, мы с тобой когда-то чечетку били? Конечно. Может быть, встретимся, постучим. Ба, ты что, с ума сошел? Почему? Да у меня завтра экзамен, а ты постучим. А, ну, извини. Как мама дома? А не на даче. Ты тут по телевизору ничего такого не видела? Нет. А что должно быть? Да нет, ничего особенного. Но ты имей в виду, я жив и здоров. Хорошо. Ну, пока. Пока. Беглов закладывает руки в карманы брюк, идет через пути. Останавливается в пятне желтого света. Идет дальше. Темная комната квартиры. Алексей Иванович Беглов сидит в полукресле, положив ногу на ногу. На нем танцевальный костюм пастуха Гаучо. Узкие черные брюки с бахромой, широкий алый пояс, поверх белоснежной рубашки короткая расшитая жилетка с бахромой на плечах. Тяжело дыша, смотрит на плакаты на стене. В руке молодого Беглова плоская шляпа с низкой тульей. Шляпа опоясывает алая лента. Беглов сдержанно улыбается. Перед его глазами встает танцевальный номер Гаучо-чечеточника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репетиционный зал. Стеклянный немец на голове сфинкса подсвечивается вспышками установленных внутри ламп. Танцовщица в полосатом трико. Движения быстрые и беспорядочные. Остальные танцоры по бокам сцены. Стоя на коленях, скидывают руки и хлопают об пол, будто в религиозном поклонении. В центр перемещается парень с голым торсом. Его движения доминируют. Коля! Сфинкс! Вправо! Сдвигай его! Лицо сфинкса сдвигается вправо. В открывшемся проходе танцов. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди. Валера! Валера, что это за прыжки? Насколько можно прыгать? Сколько нужно, столько и будешь прыгать. Так, еще раз. С самого начала встали по местам. Развернувшись, Валентин Павлович на мгновение замирает. Алексей Иванович? Я. Это как же прикажете? Жмут руки. Понимать? В смысле? Вчера по телевидению объявили, что вы скончались. А мы-то деньги уже на венок тебе собрали. Танцовщица. Недоразумение. Обещали в следующей передаче объявить, что я живой. Обнимают Беглова. Ну что ж, очень рад за вас. Долго жить будете, Алексей Иванович. Знаю, знаю. Есть примета такая. А что с деньгами будем делать, товарищи? А давайте купим Алексея Ивановича подарок. Ладно, ладно, работать, работать. Все, все, девочки, работать, работать. А вы, оказывается, знаменитость, Алексей Иванович. Был когда-то. Знаете, мне очень понравился ваш номер. Я даже подумал, может, его восстановить? Да и вставить в нашу программу. Как считаете, Алексей Иванович? А кто танцевать будет? Ну, как то. Пригласим кого-нибудь? Кто сейчас чечетку танцует? Никто. Что, неужели никого нет? Нет. Жаль. Хороший номер мог бы получиться. Ретро. Ну, ладно. Давайте-ка пройдем все сначала. Валера, Оля, Ира, не устраивайте базар. Угуманитесь, наконец. Ребята, внимание! Внимание! Ну? Давайте-ка соберемся. А то никуда не поедем. А мы и так никуда не поедем. Мы небольшой театр. Ошибаетесь, Костан Саныч. Сегодня принято решение послать наш коллектив в Румынию. Так что за работу, Валера, 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 Валера. Начнем с последней позиции, с прыжков. С прыжков! Давай! А я еду в ренте толчок. О, как уж. Лицо сфинкса сдвигается на прежнее место. Танцоры замирают с поднятыми руками. Коридор цирка. На лошадях проезжают трое парней и девушка. Верега! Идешь. Иди к чему. Иди проведите. Ну, как отработал? Широкоплечий мужчина рядом с клоуном. Тот, что-то ему шепчет, оба хохочут. Аркадий сидит на матах. Задумчиво вертит в руках красный котелок. Здравствуй, Аркадий. Здрасте. Можно тебе на мину? Положив котелок на маты, Аркадий спрыгивает. Проходят двое артистов в образах молодого и старого клоуна. Здорово, Аркадий. Привет. У меня к тебе дело. Какое дело? Понимаешь? Поменка, наш балетмессер, хочет восстановить мой номер. Гауччич и счетчник. Я подумал, может, ты станцуешь. Ты же хотел, чтобы я тебе сделал номер. Здорово. А теперь не хочу. Почему? Так, завязал я со степом. Почему ты решил бросить степ? Вы меня удивляете, честное слово. Вы же сами говорили, что из меня степист никогда не получится. Я этого не говорил. Я говорил, что у тебя походка не совсем хорошая. Чувство ритма не развито, а что из тебя степист не получится. Я не говорил. И прокураж не говорил. Про кураж говорил. Ну так вот нет у меня этого куража, понимаете? Нет. Появится, Аркадий. Ой, да бросьте вы. Ты будешь заниматься степом? Беглов удерживает Аркадия за руку. Да отвяжитесь вы. Тот ее грубо вырывает. Ты будешь заниматься степом? Не буду. Не буду. Будешь. Да что? Будешь. Вы что, ей-богу, как маленький? При каждой пощечине Аркадий отклоняется назад. Подошедший широкоплечий мужчина вопросительно смотрит на Беглова. Жесткий взгляд Беглова становится менее решительным. Он опускает глаза. Посмотрев еще раз на Аркадия, уходит. Глядя ему вслед, Аркадий потирает щеку. Беглов! Алексей Иванович! Стемнело. Беглов в трамвае. Кутаясь в пальто, прислонился к стеклу. Распчела в теплый день весной, Свой пчелиный покинув рот, Полетела цветы искать И нектар собирать. А внизу по траве густой За ней гусеница с тоской Все ползет, устремив свой взор На пчелу и простой Лежит на кровати. И от страсти сгорая, она Со слезами сказала Я люблю тебя, пчелка, Ответь, как с тобою лететь? На лице играет довольно улыбка. Садится. На нем пиджак и брюки. Опирается локтем о колено, Потирает переносицу. Вздохнув, задумчиво смотрит перед собой. День. У многоэтажного дома останавливается желтая Волга. Из нее выходит девушка в широкополой шляпе и черном пальто. Быстро направляется к дому. Лена? Беглов в дырях. Здравствуй, пап. Я тебя не разбудила? Проходи. У Лены каштановые волосы. Приятное лицо овальной формы. Ну вот, не ожидал. Поцеловав щеку, Беглов помогает ей снять пальто. Ты проходи, я сейчас. Лена снимает шляпу, вкладывает в нее белый шарф. Заглядывает в зал. Поправляет волосы перед зеркалом. А я к тебе вчера вечером заезжала. Беглов на кухне. Да, меня не было. А я тут, понимаешь, уборкой занялся. Лена прислонилась плечом к косяку. Выпрямляется. Ты со мной позавтракаешь? Я на минутку. Что значит на минутку? В кое-то веке пришла и на минутку. Нет. Без завтрака не отпущу. В другой раз, пап. Беглов ставит на плиту белый эмалированный чайник. Знаешь, я выхожу замуж. Замирает со спички в руке. Замуж? За кого? Он журналист. Я вас познакомлю. Ну как же так замуж? Пап, ты так удивляешься, как будто не знаешь, что женщина выходит замуж. Да нет, я просто... Он хороший человек. Присаживается за стол. Откуда я знаю? Мы еще не жили вместе. Ну ты его любишь? Ну он мне нравится. Что значит нравиться? Любишь или нет? Люблю. Люблю. Если так, поздравляю. Когда свадьба? Понимаешь, по этому поводу я хотела с тобой поговорить. Можешь не волноваться. Что потребуется с моей стороны, я все сделаю. Дело не в этом, пап. Видишь ли, тут такой момент. Даже не знаю, как тебе сказать. Говори, говори. Ну, в общем, может, ты не придешь на свадьбу? То есть? Ну как это получится? И Дмитрий Васильевич, и ты. Он же меня воспитывал. Вот стану за родителей петь. Ведь для всех гостей отец он. Пап, мы с Игорем придем на следующий день. Пойдем куда-нибудь. Целый день вместе будем. Пап, ты что, обиделся? Да нет, что ты. Кстати, я и не могу быть на свадьбе. Ну, конечно же, не могу. Мы же в Румынию едем на гастроли. Как это я про Румынию-то забыл? Тогда мы придем, как только ты вернешься из Румынии. Ну, конечно, непременно приходите. Ну, я пойду. Ну, конечно, иди. Встают. Беглов целует Лену в щеку. Помогает надеть пальто. Пока. Поцеловав его в щеку, Лена быстро выходит. Привет всем. Обязательно. Беглов прислонился плечом к стене. Взгляд опущен. На лице застыла полуулыбка. Это замечательная машина. Просто удивительное изобретение. Вы закладываете в нее мелодию. Любую, какую хотите. Хотите Чайковского, хотите, можете сами что-нибудь придумать. Потом набираете программу. Хочется вам симфонического исполнения? Пожалуйста. Хотите джаз? Будьте любезны. Она все сама сделает. Сама все за всех саранжирует. Сама все сыграет. Ну, давайте возьмем, к примеру, подмосковные вечера. В репетиционном зале. Мужчины в очках у аппарата. Допустим, хочу саксофон. Нажимает кнопки. Немножко в джазовом стиле. Так, или что-нибудь из вашей программы в стиле рок. Самодовольно складывает руки на груди. Вот шельм. Это кто ж такой придумал? Япония, Митсубиси. Дьяволы, придумают же. Никто не нужен. Ни оркестр, ни аранжировщики. Только ты и машина. Чистое творчество. Сглотнув, Валентин Павлович обводит взглядом коллектив. На некоторых лицах восхищение, на других – грусть. Трубачий саксофонист уже немолодые мужчины тяжело вздыхает. Бородатый трубач отходит в сторону. Вздышая, смотрит на свою трубу. Беглов стоит у стены. Задумчиво смотрит вверх. Леша, мне поручили подарок тебе купить. А я подумал, откуда я знаю, что тебе надо. В общем, возьми деньги и купи себе, что хочешь. Передает Беглова конверт. Хлопнув его по плечу, уходит. С широкой улыбкой Беглов подходит к буфетной стойке. Обменявшись парой слов с барменом Федором, выкладывает конверт. В репетиционном зале. Седоватый мужчина в массивных роговых очках дирижирует духовым оркестром. Рядом балетная труппа. Кто-то разговаривает, кто-то отрабатывает сложные танцевальные элементы. Осветитель проносит софит. Валентин Павлович подзывает одну из танцовщиц. Активно жестикулируя, что-то объясняет. Мельникова вяжет. Внимание, товарищи, репетиция окончена. К рояле подходит Беглов. На лице широкая улыбка. В руках два пакета. Выставляет похожие на шампанское бутылки. Минуточку внимания. Ребята, минуточку внимания. Это как понимать, у вас что, сегодня день рождения? Да нет, у меня никакого дня рождения. Просто хочу вас угостить. Нет, это недолго. Всего пять минут. Это же яблочный напиток. Шипучка, стаканчики. Из бумаги будете делать. Танцоры разбирают листы бумаги. Ну что же, товарищи, за здоровье Алексея Ивановича. Валентин Павлович поднимает стеклянный бокал. Дородный мужчина чокается с Мельниковой. Посмотрев на Беглова, поднимает стаканом. Беглов у микрофона. А еще я вам хочу спеть. Есть такая старая песня. Может, она кому-то не понравится, но я ее очень люблю. Ага. Знаете, отличная песня. Ну, что, согласны? Подыграйте мне, ребят. Степан, ты помнишь эту песню? Про пчелу. Раз пчела, в теплый день весной. Та-ра-рам, парам-па-пам. Алексей Иванович, ты только не эту пошусть. Зачем нам это нужно? Да ты что, отличная песня. Обращается к дирижеру. Ты сам ее играл? Ну, мало ли я играл. Когда было это? А мне тоже песня нравилась. Отличная песня. Саксофонист. Раз пчела в теплый день весной, Свой пчелиной покинув рой, Полетела цветы искать И нектар собирать Девушки пританцовывают. А внизу по траве густой За ней гусеница с тоской Все ползет, устремив свой взор На пчелу и простор Некоторые танцуют парами И от страсти сгорая она Со слезами сказала Я люблю тебя, пчелка, ответь Как с тобой улететь И вздыхая все, ох и ах Тонет гусеница в слезах А над нею жужжит пчела Как всегда весела Солирует бородатый трубач Беглов хлопает оркестру За роялем барабанщик с повязкой Оформленный в виде перфоленты Все с удивлением смотрят На запевшего Валентина Павловича Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг Необычайно цветным узором Земля и небо вспыхивают вдруг Веселье час И боль разлуки Готов делить с тобой всегда Давай пожмем друг другу руки И в дальний путь на долгие года Мы так близки Что слов не нужно Что повторять друг другу вновь Что наша нежность и наша дружба Сильнее страсти и больше, чем любовь Мельникова подходит к Беглобу Веселье час Придет к нам снова Вернешься ты Вот тогда Тогда дадим друг другу слово Что будем вместе Вместе навсегда Тот обнимает ее за талию Она опускает руку ему на плечо Дружески соприкасаются головами Несколько парней откатывают рояль Освобождая пространство Балетная труппа танцует Повторяя движение за Валентином Павловичем Беглоб и Мельникова делают Несколько шагов в променадной позиции Труппа опускается на дно колено Протягивают руки к Беглобу Обступают Подняв на руки Несут вдоль сцены Аккуратно опускают на пол Он горячо жмет руки танцоров Поднимает руки Резко опускает Заложив руку в карман С опущенной головой идет к двери Приглаживает волосы Положив руку на дверную ручку Оборачивается На повернутых к нему лицах людей Теплые улыбки Выходит В комиссионном магазине Беглоб быстро идет по залу Останавливается перед Серегой Тот стоит у трюмо Серега Выписывай диван На, чего выставился? Так сказали, что-то вроде того Умер А, ерунда Выписывай диван Понимаешь, дивана нет Как нет? Продан Как продан? Ты что? Ты же обещал Мы же договорились Сказали, что ты умер А тут как раз покупатель появился Но мы и продали диван Беглов тяжело дышит Медленно опускает глаза Зачем тебе эта рухля-то нужна, а? Ну, хочешь, вот туалет купи Посмотри, какой великолепный туалет Или вот Вот диван Девятнадцатый век Беглов Сгорбившись, идет к выходу Выйдя из-за высоких дверей Застегивает пуговицы пальто Изо рта вырывается густой пар Поскальзывается Обретает равновесие Прикладывает руку к сердцу Не опуская руки Медленно подходит к дереву Хватается за него Беглов! Колени подгибаются Опирается о дерево плечом Беглов, тебе что, плохо? Беглов, что с тобой? Что, что случилось? Медленно опускается Сейчас Сейчас, подожди Подожди, Беглов Сейчас, подожди Серега бежит к дороге Останавливает черные жигули Беглов приложил голову к дереву Устало открывает глаза Перед ним встает картина Над морем быстро летит чайка Белый лайнер выпускает сизый дым На палубе молодой Беглов Держит на руках девочку лет пяти Обменявшись взглядами, они улыбаются В руке девочки леденец в виде потушка Вдали показывается гористая береговая линия Едут по горной дороге Сидя на заднем сидении легковой машины Улыбаясь, разговаривают Рядом с девочкой сидит большая кукла Водитель поворачивает ручку радио Проезжают мимо таблички гагры Пожилой мужчина ведет вдоль дороги ишака Машина останавливается около здания С резными балконами Под пальмой большой плакат афиши с Бегловым В костюме гауччи-чечеточника и датами Водитель жмет ладонь Беглова двумя руками Беглов с дочерью направляются к зданию На встрече им по лестнице сбегает мужчина На каменной набережной Руки Беглова заложены в карманы За спиной развиваются фалды длинного плаща Делает широкие шаги от бедра Провневшись с ним, дочь копирует его походку Сделав несколько танцевальных шагов Беглов смотрит на дочь Та повторяет его шаги Танцует синхронно Просторная комната Беглов в белом костюме перед зеркалом Алена, ты со мной на концерт пойдешь или здесь побудешь? Пап, можно я сегодня с тобой станцую? Дочь сидит на подоконнике Пап, ну ты же сам говоришь, что я очень хорошо танцую Спустившись, подходит к Беглову Ну, пап, ну пожалуйста Белый коридор За столом сидит девушка в халате медсестры Здравствуйте Здравствуйте Проходит Аркадий В одной руке большая картонная коробка В другой прозрачный пакет с яблоками Здравствуйте, Владимир Карлович Здравствуйте Кивнув бородатому мужчине, входит в палату Беглов на койке В руках газета Привет Здорово Как настроение? Нормально А я вот проститься пришел Сегодня уезжаю Что, домой? Да, домой В Оркуту Аркадий открывает коробку А вот это вам на память Чтобы вы не скучали Достает переносной телевизор Юность 405 О, телевизор Не люблю я телевизор Нет, спасибо, конечно Лучше книжку почитать Ничего, ничего Будете футбол смотреть Фильмы, кинопанораму Следовательно, способность К длительному пребыванию под водой Зависит от объема крови Совершенно Именно к такому воду И пришел Берн Смотрит на часы Водка Запасает удвое больше кислорода Чем курица Очень интересно Но, к сожалению Время нашей передачи Подошло к концу До новых встреч Дорогие друзья Смотрите Что сейчас будет Заставка Слова музыкальная панорама Над и под скрипичным ключом Дорогие друзья Сегодня мне особенно радостно Открывать нашу передачу Думаю Вы поймете Почему В прошлый раз В рубрике Забытые имена Мы рассказали И показали вам Замечательного Течетушника Пятидесятых годов Алексея Беглова К нам пришло много писем Оказывается Телезрители Помнят И любят Беглова Рад вам сообщить Друзья Алексей Иванович Жив и здоров И отлично Себя чувствует И сейчас Передает свой богатый Опыт Молодым артистам Эстрады Я думаю В ближайших передачах Мы обязательно Пригласим Алексея Ивановича К себе И побеседуем С ним Так говорится Живьем А сейчас Посмотрите Пленку Снятую Двадцать пять лет назад С номером Алексея Беглова Послушайте Алексей Иванович Вы танцевали просто классно Да Я был Классным стопистом Беглов Задумчиво Смотрит верх Знаешь Я все-таки Прожил Очень хорошую жизнь Мне нравилось Танцевать Я танцевал Было много Людей Которых Я любил Многие Меня любили И слава у меня Была И все Было И все-таки Я вспоминаю Один только вечер Только один вечер За всю мою жизнь Это было Много лет назад Зимой В Гаграх Была такая Маленькая эстрада Сезон Кончился И зрителей Было не очень много Я танцевал В тот вечер С дочкой Она меня попросила И мы танцевали вместе Никогда в жизни Я так не танцевал Никогда в жизни И знаешь Если б можно было Хоть на один миг Вернуть тот вечер Я бы Все отдал Все, что осталось мне прожить Молодой Беглов С дочерью На небольшой эстраде Молодой Беглов Взяв дочь на руки Кружит ее В палате Глаза Алексея Ивановича Беглова Закрыты На сестринском посту Загорается цифра 2 Медсестра быстро идет По коридору Аркадию Входа в палату Над дверью горит Красная лампочка Взглянув в глаза Аркадия Сестра на мгновение Замирает Вбегает в палату Пустой репетиционный зал Справа и слева От декорации Сфинкса Яркие прожектора Аркадий в плаще Стоит задумчиво Глядя в холодное Лицо статуи Пройдя в центр зала Внимательно смотрит На декорацию Обводит зал взглядом Сняв плащ и шарф Бросает их на пол Снимает пиджак Поправляет поясную часть брюк Уперев руки в бока Задумчиво смотрит На свои ноги Опускает руки Перестав смотреть на ноги Прислушивается к ритму На мгновение Упирает руки в бока Снова сосредоточенно Смотрит вниз Поправляет поясную часть брюк На фоне пустого репетиционного зала Появляются титры Сценарий Александра Бородянского Карена Шахназарова Постановка Карена Шахназарова Композитор Анатолий Кролл Балетмейстеры Станислав Власов Владимир Кирсанов Музыку записал Владимир Виноградов Звукоператор Альберт Авраменко Текст песни Леонида Фадеева Инструментальный ансамбль мелодия Рок-группа Тридцать три и одна треть Музыкальный редактор Мина Бланк Директор картины Владимир Клименко В фильме использована музыка Советских композиторов Конец фильма Тифлокомментирование Выполнено филиалом Научно-исследовательский Кинофотоинститут Никфи Акционерного общества Киностудия имени Горького При поддержке Министерства культуры России Текст тифлокомментария Подготовлен специалистами Проекта Восфильм